Разразившийся в ночь на 18 апреля 1913 года на Волге в окрестностях Самары Шторм был невиданным по своей силе и уже давно не наблюдавшимся жителями нашего города Его последствия устанавливались в течение длительного времени, а убытки подсчитывались до лета Вот такая она матушка Волга, вот такой у нее характер и волжские истории Загудели жигули, загудели пули, загуляли кули посредине улиц Итак, в ночь на 18 апреля на Волге на пристани Ушкова была разбита баржа Пермякова, нагруженная пятью тысячами пудов извести При этом вся известь сгорела Но при этом, как выяснилось чуть позже, Пермякову еще повезло Потому что самого его на этой барже в эту ночь не было А вот владельцу другой баржи, Краснову, повезло гораздо меньше И для него эта ночь едва ли не стала роковой Находившуюся также на пристани Ушкова баржу Краснова, нагруженную десятью тысячами пудов извести Сорвало с якорей и понесло вниз по течению к Жигулевскому пивоваренному заводу Там баржа затонула, а известь сгорела Сам Краснов, который находился в этот момент на барже, прыгнул в лодку Но лодка утонула, тогда он бросился в Волгу и вплавь едва-едва добрался до берега На пристани Ванюшина была разбита рыбница с грузом извести И шаланда, огруженная бутовым камнем А против Вознесенского спуска затонула баржа с картофелем А другую баржу разбила о берег, и она едва-едва не пошла ко дну Но была спасена рабочими, которые действовали быстро и грамотно У Барбышиной поляны затонул барказ, с которого удалось благополучно эвакуировать и пассажиров, и груз А вот на некоторых пароходных пристанях залило валой дебарказеры и сорвало вывески торговых фирм При этом столбы, на которых эти вывески помещались, сломало и унесло в Волгу Всего в эту ночь на пространстве от Аннаевской дачи до Устья Самарки было затоплено около 20 судов На следующий день в Самаре поползли слухи о человеческих жертвах, проверить которых, впрочем, еще долго не удавалось Ведь те, кто ночевали на Волге, никого не ставили в известность о месте своего ночлега Шторм в апреле 1913 года стал настоящей бурей в стакане самарской водицы, о которой еще долго вспоминали и рассказывали Пароходом Берта, парохода владельца Ковалева, было забуксировано 7 порожних ксовых Но налетевшим штормом пароход стащило в сторону, вследствие чего ему с большими усилиями едва удалось спастись А вот 5 ксовых было разбито о берег Другим пароходом Асбарт, парохода владельца Жукова, было забуксировано близ Аннаевской дачи 5 порожних ксовых Порывом ветра эти суда ударило о берег и частью расщепило, а частью залило водой Но прервем ненадолго эту тревожную статистику и поговорим о совсем другой Волге Волге любви и юности, Волге надежд и сердечных волнений Именно такой я увидел Евгений Чириков в рассказе «Новодевичье» Было это в разгар весны, когда вся земля цвела и благоухала Окончив гимназию, я ехал на лето в Самару к родным А когда пароход подошел к Новодевичью, увидал с балкона парохода среди продающих цветы слободских девушек Одну, влившую мне в душу тревогу безграничной радости Счастья неизвестной мне тогда еще любви Это была простая слободская девушка в платочке Я купил у нее ландыши и незабудок, и пока пароход стоял у пристани, не сводил с нее глаз И так испугалось мое сердце, когда пароход дал прощальный гудок к отходу Цветочницы заприметили мою устремленность и начали подшучивать и надо мной, и над той, что приковало к себе мою душу и глаза Что глазеешь-то? Слезай с парохода, слезай пскорее, лучше на всей Волге не отыщешь Купи и у меня цветочков-то Говорили что-то еще, но пароход зашумел колесами и конторка, полная людей, поплыла назад Клубы дыма из пароходной трубы вскоре закрыли девушек Все провалось и исчезло И только букет ландышей и незабудок в моей руке продолжали напоминать о той, что взволновало мое сердце Невыразимую тоску привез я в Самару вместе с ландышами и незабудками Точно потерял что-то драгоценное И вот уже цветы увяли, а лицо девушки из Новодевичья не пропадает из глаз Стоит закрыть глаза и снова вижу ее перед собой Снится в тумане сонных грез перед рассветом А очнешься, а душа спрашивает, неужели ты никогда в жизни не увидишь больше это девище лицо с синим туманом в глазах А ведь это так легко сделать Вон в синих туманах видны жгулевские ворота А там в конце жгулей девьи горы А на одрогах этих гор Новодевичья А в Новодевичьем Господи, какая скучища в этой пыльной, раскаленной солнцем Самаре И как бесконечно тянется время Может быть, когда я поеду обратно в Казань И пароход пристанет к Новодевичью Я увижу еще раз на пристани мою цветочницу Увидать бы ее, хотя еще один раз в жизни Никаких любовных страданий я не испытывал Но душу не покидала непонятная тревожная грусть и радость Это и тоской назвать нельзя Грустно-радостное томление От которого тихо-тихо хотелось напевать без слов грустную народную песенку О разлуке, о чужой дальней сторонушке, о какой-то зазнобушке Я даже не знал имени той девушки И мне вовсе не нужно было это Прошло три месяца В юности для любовного испытания срок значительный Разве мало в Самаре красивых девушек? Так бы и смотрел А тут еще такое великое событие в жизни Превращение вчерашнего гимназиста в студента Сколько радостных хлопот впереди Надо получить из гимназии аттестат зрелости И подать прошение в университет Найти комнату И сожителя определиться с факультетом В конце концов Впереди целая жизнь Тускнеть стал образ девушки в моем сердце И не рождал уже той радости при воспоминании о ней Из Самары в Казань Я ехал поглощенный переходом на студенческое положение И почти не думал о той давней встрече Но едва только пароход пристал к Новодевичью Сердце у меня снова радостно забилось Вот оно, Новодевичье Я стоял на балконе парохода И искал глазами ту девушку Но ее нигде не было Давно уже отсвели ландыши с незабудками И были скошены все луговые цветы И вдруг такая тоска взяла меня Что в этой тоске померкли все радости Будущей студенческой жизни А мы, меж тем, из рассказа Евгения Чирикова Возвращаемся на Волгу штормовую На дворе у нас апрель 1913 года Сила шторма была до того велика Что несмотря на то, что с судов отдавалось по 3-4 якоря Баржи все равно носила по волнам, как легкие щепки Пароходное движение на Волге было совершенно парализовано А застегнутый штормом в верховьях Волги Караван баржей с грузом кирпича Буксируемый пароходом в ют Лобастова погиб В городе ураганом были повалены деревянные заборы Со многих домов и амбаров сорвало железные крыши Поломало и с корнем вывернуло в садах десятки деревьев На товарном дворе станции Самара Оборвало телефонные провода железной дороги И уездного земства Сорвало крышу с пакгауза И наделало еще много разных других неприятностей На другой день были получены сообщения об авариях Произошедших в ближайших Самаре местностях Так пароход Алексей, вышедший из Самары Шторм застег возле железнодорожного Александровского моста Волнами его сорвало с фарватера И со всей силы ударило об один из быков моста Этим ударом были ранены два человека Одного из которых стащило в Волгу По счастливой случайности его прибило волнами к пароходу И те, кто находились на нем, сумели помочь ему подняться Паника на пароходе, по словам очевидцев, не поддавалась никакому описанию Среди грохота и шума волн раздавались отчаянные крики женщин и детей Которые смолкли только тогда, когда пароход подошел к безопасному месту возле берега Близ Симбирска намель выбросила следовавший из Самары пароход самодержец Возле Владимировки погиб казенный пароход Было затоплено очень много дебаркадеров и пароходных пристаней Принадлежавших разным пароходным обществам На следующий день в Самаре не пришвартовался ни один пароход А кроме того, и в Самаре, и в других волжских городах Оказались повреждены телеграфные столбы и вся сеть телеграфа Что еще увеличило панику, продолжавшуюся больше недели Пока устранялись последствия этой аварии То ли дела сердечные, быстротечные и едва-едва ранящие Или это не так? А вы как думаете? Заплясали столбы, полетели крыши От железной гульбы ничего не слышно С вами был Михаил Перепелкин